Попа, попа. Чем выше попа, тем моложе девочка. Чем ниже попа, тем ей больше лет. Возбуждающая попа, все-таки попа это кверху. Есть специальные упражнения, которые вытягивают вашу попу кверху. Так вы выглядите гораздо моложе. Ну, бедра, понятно, тут у женщин, у многих возникают некоторые нюансы. Но запомните, не позволяйте себя обмануть, девочки. Никакие пояса, никакие шортики, никакие там электровиброштуки вам не позволят сбросить какую-то массу в одном определенном месте. Запомните, вы только жертва обмана, которая позволяет себе обманывать и на вас просто тупо зарабатывают деньги. Человек сбрасывает вес везде, везде. Часто слышу, я на лице ухудею, а попа на месте. Какой процент жира, дорогая, у тебя на лице и какой процент жира у тебя на попе? Жир уменьшился, что на лице, что на попе. Но на попе его столько, что его просто не видно, что он уменьшился. А вот на личике твоем видно. Невозможно болеть одним органом. Одним, вот весь организм здоровый, а один вот орган, вот оказался козел, вот он больной. Невозможно. Если есть один, значит нарушена какая-то вся система. Невозможно похудеть на одной ноге. Задайте себе вопрос, если можно похудеть на животе, то если вы этот электропояс будете одевать себе на ляшечку, к примеру, только на одну, вы что, будете похожи на дистрофика, у которого одна нога меньше, у другого больше? Девочки, это обман. Не пользуйтесь жиросжигающими, вы убиваете свой внутренний организм. Но об этом у меня отдельная тема «Здоровое питание». Там я четко ей рассказываю, как можно не похудеть. Запомните, похудеть можно в процессе болезни, а как правильно сбросить лишний вес, тот, который вам мешает. Опускаемся ниже. Вообще, мужчины любят подниматься снизу вверх. Знаете, как есть сравнение с эфелевой башней. Чем выше, тем больше дух захватывает. Но это у настоящих мужчин. Мы начали сверху, пойдем сверху. Подходим к икрам. Икры не должны быть сильно выпирающими. Вы не бодибилдер и не культурист. Хотя есть категория мужчин, которые любят кубики на животе и любят бицепсы на руках. Тогда и, соответственно, должны быть икры. Почему? Потому что я встречал людей, которые тренируют только одну группу мышц, допустим, грудь и бицепс и спину, но не тренируют ноги. И, к сожалению, у них застойный процесс. Они не развиваются. Опять же, возвращаясь к тому, что мы взаимосвязаны. Организм не делая целых. Невозможно здесь... Организм не понимает, что вы хотите вырастить из себя дистрофика. Вот здесь быть таким, а здесь вот таким. Он не понимает. Он будет отсюда снимать аминокислоты и будет строить ваши ноги, которые вы не тренируете, не рвете. Следовательно, они у вас не будут расти. И этот процесс мышц тоже будет, ну, как бы замораживаться. Поэтому только комплексное лечение либо комплексная тренировка дает действительный эффект. Так же самое, как и сбрасывание веса. Так вот, икры. Они достаточно практически у большинства женщин красивы. Особенно они подчеркивают округлость формы тогда, когда женщина стоит на каблучках. Она визуально выше. А она тогда держит... Она не сутылая. Она держит форму. Она держит правильность своей осанки. Она королева. Она расправила грудь. Она идет вперед. Грудью вперед. И мужчины обращают на нее внимание. Если вы стесняетесь своей груди. Запомните груди. Запомните. У вас сиськи. Которые вы прячете. Скукожилась и пошла. Вы королева. Запомните. Одни любят второй размер груди. Кто-то пятый. Кто-то четвертый. Любая грудь. Она будет красива. Вопрос. Кто из жюри сидит. Вам вообще должно быть параллельно. Вы красавицы. Вы это должны знать. И так. Каблуки. По поводу брюк. Я уже высказывал свое мнение. Если вы хотите. Ну как бы нравится. Поскольку. По стойку. Носите брюки. Но почему-то. Светские дамы. В брюках. На вечеринки не ходят. В спортивных брюках. В лосинах. И в трусах. Тоже не ходят. Носите юбки. Юбка. Работает. Юбка. Платье. Не обязательно, кстати, короткое. Там уже тогда интерес пропадает. У каждого мужчины есть интерес заглянуть под эту юбку и под это платье. Оно должно быть и не короткое и не длинное. Оно должно быть не такое обтягивающее. Ну как бы давать какой-то процент, чтобы он туда мог поместить свои глаза. Не, не, не. Не так бросить взгляд. А глаза аж там. Вы лишаете этой возможности не мужчину, а себя. Привлечь к себе внимание, когда вы в брюках. Лишаете, когда вы в набедренной повязке. Потому что некоторые юбки, я не могу назвать это юбкой. Какой смысл одеть эту набедренную повязку и целый день, ежесекундно тянуть ее вниз. Зачем ты, девочка, одела ее? Надо было вообще не одевать. Иди в трусах. Больше внимания привлекешь. Кого? Кого? Вопрос. Каких мужчин? Для серьезных отношений? Если тебе нажал секс, вопросов нет. Вопрос снятый. Ты делаешь все очень правильно. Все очень действительно. Нормально. Но если тебе надо серьезные отношения, тогда серьезно и относись к этому. Серьезно относись к своему подходу. Серьезно оцени всю ситуацию и обстановку. Ведь это же не контрольную написать, которую можно двойку получить, а потом прийти, перезнать. Это ты делаешь избранника на всю оставшуюся жизнь, девочка. По крайней мере, если ты ставишь 10 раз выходить замуж. Кстати, тоже не запрещено. Да ради Бога. Лучше 10 раз выйти замуж и найти действительно того человека, чем один раз на всю жизнь, но с дебилом. Поэтому отнестись к этому серьезно. Контрольную можешь пересдать. Пересдать свое первое свидание и поменять ярлычок на легко доступную или другую, шанс вряд ли будет. Поэтому серьезно относиться к этому. Девчонки, я просто вам рассказываю, как думает мужчина. Вы можете со мной не соглашаться, да мне все равно. Мы все равно как думали, так и будем думать. Только вы, чтоб дурами не оставались. У меня взрослая дочь. Это я больше рассказываю ей. И ей. Таким, как она и вам. И это пригодится тем, которые уже побывали, обожглись, имеют ожоги. Не обжигайтесь еще раз. Не опускайте руки, не опускайтесь. У вас все получится, если вы будете что-то предпринимать. Если вы сидите, ковыряете с носу и ничего при этом, и смирились полностью своим проигрышем, то тогда сидите там и не смотрите видео. Вообще слово смирились переводится не согласился с проигрышем, а с миром в душе. Вот это правильный перевод. Без войны. С миром в душе. Дальше. Любой предмет, который вам попадается под руки, вы можете показать сексуальный, но не пошлый жест. Если рюмка, вы просто ее погладите. Только максимум раз-два. Так, чтобы мужчина обратил внимание. Если вы будете ее гладить целый вечер, он это поймет, как вы его завлекаете в постель. Этого делать тоже нельзя. Вы тогда легкодоступны. Вы просто раз-два. Это он допускает, думает, какие-то фантазии. Потом вы переключились. Если вы что-то кушаете, то аккуратно этим жестом оложите себе авротик. Не надо. Ни одного мужчину. Это мужчина, если он не голубой, то как бы вряд ли у него будет ассоциация к вам хорошая. Ну, если голубой, то там вам делать нечего. Но тогда может понравиться, как вы кушаете. Понимаете? Еще раз, любой предмет, если это ложка, так это ложка. Не бойтесь, не бойтесь быть инициативным. Проходит возле вас мужчина. Вы сидите в кафе. Он проходит. Запомните. Лучше пожалеть, о чем сделал, чем всю жизнь жалеть, о чем не сделал. Он приходит. У вас есть пару секунд. Пускай это будет нелепая встреча. Бросьте что-то на пол. Придумайте какую-то встречу. Сообразите. Подайте ему уже знак. Если ничего умного не придумали, он уходит. Он говорит. Мужчина, вы не можете подать соломку? Он говорит. Так вот же, у вас есть соломка на вашем столе. Он говорит. Вы настолько эффектны, что затмили эту соломку. Я даже перестал ее замещать. Не бойтесь бросить его комплимент. Вы его зацепили. Дальше, ни в коем случае не продолжать с ним. Дальше, если он настоящий мужчина, он уже продолжит. Он уже продолжит с вами как-то разговаривать, как-то говорить и охотиться на вас. Если он не охотник, пускай и идет. Пускай и идет. Если он занятый, как говорится, все. Это не ваш мужчина. Все очень просто. Смотрите. Все на самом деле очень просто. Вы делаете попытку. Получилось? Получилось? Не получилось? Ну и что? Что вы потеряли? Что вы потеряли? 30 секунд что-то? Вдруг? А вдруг нет? А вдруг подумает о вас плохо? А вдруг не подумает? Вам то какая разница, что он о вас подумал? Это был ваш результат? Нет. Поэтому пробуйте. Пробуйте. Я уже говорил. Не ждите, чтобы вас нашли. Вас никто не потерял. Вы нигде не валяетесь. Чтобы вас кто-то подобрал, очистил и взвалил на себя ваш лоз и поймется. Поймите, вы не мусор и не вещь, чтобы вас находили. Действуйте. Действуйте. Есть масса ситуаций. С автомобилем и еще больше. Вплоть до замены колеса. Подняла капот, она только что заглохла. У вас все нормально с автомобилем. Хороший мужчина может остановиться. И как бы предложить свою помощь. Быдло проедет, не обратившись на ваше внимание. Занятый человек проедет. И если вдруг какой-то пижончик проезжает на жигулях. Если он не относится к категории мужчин вашей мечты. Грубить ему не надо и фыркать. Езжай, езжай отсюда, езжай. Может человек искренне действительно хотел помочь вам. Он же не знает какую игру вы затеяли. Вы ждете принца? Пожалуйста. Тут останавливается огромный автомобиль. Только конечно не КамАЗ. Вылазит оттуда, пускай шеф зовет своего водителя. Пока водитель там типа наблюдают, что там под капотом. Этот может завести с вами разговор. Ну когда? Какое же удивление. Блг-бл. Оно работает. Ааааааааааа... Странно, только что не работало. Вы просто аааааа, аааа... С вашим присутствием и моя машина заработала. Один легкий комплимент не помешает. Вы его зацепите. Но не более того, дальше он за вами охотится. Дальше он за вами охотится Если вы идете в ремочную Ну там в каком бы, честно говоря Вы одеяние бы не пришли И все эти действительно Премудрости вам не нужны Как бы вы тратите зря Что слушаете этот видео Бог мой Там Там просто можно сказать Иди сюда Поверьте, желающих Будет больше Даже чем могущих Я имею ввиду могущих Ну что-то Что-то как так Так и Платежеспособным В смысле этого слова Поэтому Любое Яблоко Может быть Ваш оружие Мужчина Вы не можете Я вижу, вы сильный мужчина Вы не могли бы его разломать Напополам А то у меня маленький ротик И я не смогу его кусать Ну и приличной девушке Неудобно Можете это сказать Понравившуюся вам Мужчина Можете, нет Не можете Ну и не надеетесь Ждите у моря погоды Да Погода тоже может наступить Когда-нибудь у моря Поэтому Можно погоду Создавать самому А можно ее просто Тупо сидеть и ждать Выбор за вами Выбор за вами Еще раз напоминаю Девчонки Магия взгляда Голосы с глубины Паузы Жесты Ваше тело Прическа, шея, глаза Это все ваше оружие Не говоря уже про предметы Предметы и вообще Только я вас прошу Не будьте пошлыми Мужчина Это расценит Как намек На реальную Интимную Близость Первое Что появляется У мужчины В голове Это не так Как у вас девочки Хочу выйти замуж Мужчина Не первое Думая Хочу жениться Он сразу Хочет секса Да Как и в природе Любой хищник Самец Этого хочет Поэтому Для того Чтобы Что-то иметь Надо научиться Или хотя бы Продумать Где это можно взять И каким Способом Это все Можно получить Учитесь Учитесь Развивайтесь И вам жизнь Поможет С вами был Виктан Надеюсь Хотя бы Одной Барышни Это будет полезно Это уже будет Результат Жду Жду ваших Комментариев Под этим Видео И как всегда Предупреждаю Если кто-то Будет Побыдляще Выражать Свои Психоэмоциональные Эмоции В нецензурной Брани Просто Буду удалять Если хотите Навести Критику Так делайте Ее Аргументированную На человеческом Языке Помните Мат Это Имена Бесов Я не могу Опускаться До такого Уровня Чтобы Читать Эти вещи Я не считаю Это Вопросом Или критикой Это Реплика В никуда Все Комментарии Всю критику Аргументированную Тем более Я с особой Благодарностью Буду принимать И буду Учитывать Может я что-то Упустил Может где-то Я ошибся И я буду Рассматривать Ваши Замечания Девочки Искренне Желаю Найти вам Достойных Мужчин С которыми Вы действительно Будете Замужен А не будете Получать Медаль Замужества И отвагу Я желаю Я желаю Вам Искренне Устроить Свою Собственную Жизнь Для того Чтобы на закате Собственных Лет Сидеть И получать Кайф От прожитого Каждого дня Любить И быть Любимым Жить Одной Жизнью С Любимым Мужчиной Поверьте Мне Если Кто-то Посчитает Что Я Говорю Только Эгоистические Вещи То Я Даже Не буду Рассматривать Типа Главная Любовь И С милым Рай В шалаше Этот Рай Быстро Заканчивается Я Уже Миллион Раз Говорил С милым Рай В шалаше Если Он На Парше А если На Парше Следовательно Что-то Есть В кармане Потому Что Его Хотя Бы Заправлять Надо Это Не Из Дешевых Машин Я Вам Сячески Искренне Стараюсь Помочь Итак Жду Ваших Комментариев У Себя На Блоге У Себя На Сайте Поверьте Каждый Буду Отвечать Всего Вам Доброго С Вами Был Виктан До Новых Встреч Субтитры